Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова Карина. И вообще получилась магия. Вот настоящая магия. Я вдруг вспомнила про гадание Илья. А ведь это гадание в Новый год самое-самое классное. Смотреть вы его можете, когда хотите. Но главное, что мы его записываем прямо в Новый год. С 31 на 1, да? Итак, как вы помните, для каждой позиции мы из мешка с записками достаем 3 штуки. Записки могут быть положительные, могут быть нейтральные, могут быть отрицательные. И вы, конечно, сейчас берете на себя ответственность, когда будете доставать для себя 3 записки с помощью выбора позиции. На позиции я, значит, нашла конфеты. Итак, смотрите, первая позиция, вот конфета в виде яичка, да? Вторая позиция, вот тут такая конфета с орехами, с орехами. А третья позиция, значит, вот в виде пингвина конфета. И, ну, это с подарков всё. Первая, вторая, третья. И мы сейчас будем доставать наши с вами записки, да? И, главное, вы вместе со мной, когда смотрите это видео, обязательно приговаривайте. Или я, или я. Кому что выпадет, то избудется. Кому богатым быть, кому замуж пора выходить. Или я, или я. Итак, давайте начинать с самой первой позиции доставать записки. Тут у нас вот такое маленькое яичко, конфетка, да? Оно, кстати, вроде тоже с орехами, с мелкими. Вот, итак, приговариваем для первой записки. Или я, или я. Кому что выпадет, то избудется. Кому богатым быть, кому замуж пора выходить. Или я, или я. Итак, достаем для вас, значит, записку номер один. Первая позиция. Посреди двора стоит копна. Спереди вилы, а сзади метла. К новостям, разговорам, приятным встречам со старыми знакомыми. Возможно, именно старые друзья принесут хорошее известие. Вы посмотрите, первая позиция. Какая у вас классная получилась первая записка. Ну, это ж надо, как вам повезло. Дорогие яички наши. Итак, снова приговариваем, значит. Или я, или я, кому что выпадет, то избудется. Кому богатым быть, кому замуж пора выходить. Или я, или я. Ну, давайте доставать. Что у нас тут за мятая такая вся записка? За воротами кони завороченные. Обманчивая надежда. Не стоит доверять непроверенным людям, которых вы плохо знаете. А вот тут записка предупреждения. Если вас по телефону разводят мошенники на большие деньги. Или пришла ссылка, да, от знакомых, будь-то бы людей. Или будь-то бы знакомые пишут, дай мне в долг до завтра. Не верьте, вас кто-то хочет обмануть, какие-то мошенники. А высшие силы решили предупредить вас об этом. Итак, третья записка для первой позиции. Или я, или я. Кому что выпадет, то избудется. Кому богатым быть, кому замуж пора выходить. Или я, или я. Достаю записку для вас. Первая позиция, третья записка. Идет кузнец из кузнецы. А я млада на улице. К неожиданным встречам появится знакомый, который кардинально изменит вашу жизнь в лучшую сторону. Ну вот у вас встречи, все встречи. Да люди-то разные. Первая позиция разная. Поэтому будьте внимательны. Но с другой стороны, много счастливых встреч. И со старыми знакомыми, и с новыми у вас получилось. Поэтому позиция прикольная. Итак, теперь переходим ко второй позиции. Здесь у нас орех. Большой орех в конфете. Кто любит такие конфеты? Давайте рассказывать, признавайтесь. Итак, записка номер один. Приговаривайте вместе со мной. Или я, или я. Кому что выпадет, то и сбудется. Кому богатым быть. Кому замуж пора выходить. Или я, или я. Итак, что у нас тут выпало? О, в баню вдвоем. А из бани втроем. К детям беременности. Получению прибыли из неожиданного источника. Ну кому уж больше, чтобы понравиться по второй позиции. По первой записке, а? Мои дорогие. Кто так орехи-то любит? А не только орехи вы любите. Смотрю, в баню любите ходить? Молодцы. Так. Страсти накаляются нам. Итак, снова приговаривайте. Или я, или я. Кому что выпадет, то и сбудется. Кому богатым быть. Кому замуж пора выходить. Или я, или я. Давайте доставать записку. Так. Давайте смотреть, что у нас тут выпадет. Котеночки в шубеночке пищат, верещат. К разладу между друзьями, ссоры. Не стоит искать виноватых. Постарайтесь наладить отношения первым. А вот смотрите, правда. Если вы с кем-то начнете попусту в шубеночке, котеночке трещать, пищать. Лучше сами идите на мировую. Лучше сами. Вот вам высшие силы сказали. Могут быть пустые ссоры с друзьями. Идите на мировую первыми. Хорошо. Предупредили высшие силы. Предупреждение принимаем на веру. Итак, снова. Или я, или я. Кому что выпадет, то и сбудется. Кому богатым быть, кому замуж пора выходить. Или я, или я. И третья записка. Значит, брошу подушечку в зимний сад. С милым спать. Долгожданное свидание с возлюбленным. Вторая позиция. У вас что-то все баня какие-то. Баня там в сад. Вот такие у вас интересные вышли. Три записки уже во второй позиции. Интересные. У вас милый что-то баня. Сад возлюбленный. Так, романтика, да? Хорошо. Теперь, значит, третья позиция. Третья конфета. Это у нас пингвин, да? Там тоже, кстати, какие-то вроде мелкие орехи-то были. Ну ладно. Давайте смотреть, значит. Или я, или я. Первая записка, да? Или я, или я. Кому что выпадет, то и сбудется. Кому богатым быть, кому замуж пора выходить. Или я, или я. Так, что у нас тут? Два голубя слеталися. Они слеталися, целовалися. Крепкий любовный союз, который впоследствии может привести к браку, который продлится всю жизнь. Ух ты, первая записка какая у третьей позиции, да? Интересно, 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 ладно. Давайте снова, значит. Или я, или я. Кому что выпадет, то и сбудется. Кому богатым быть, кому замуж пора выходить. Или я, или я. Что у нас тут? Ой, две. Две не надо. Одну. Так. Щука шла из Новгорода. Хвост несла из Черного озера. К свиданию с человеком, который приедет издалека. Вот какой-то у вас человек издалека. Приедет в скором времени. Третья позиция. Что у вас там за гости? Так. И, значит, третья записка. Или я, или я. Кому что выпадет, то и сбудется. Кому богатым быть. Кому замуж пора выходить. Или я, или я. Давайте доставать. О, какая большая. Рад бы жениться. Да штаны короткие. Одиночество в ближайшее время. Необходимо что-то поменять в своей жизни. А иначе на протяжении длительного времени вы будете оставаться без постоянного спутника жизни. А у вас, заметьте, у вас же тут два голубя слетались, целовались. То есть у вас в ближайшее время может не быть таких отношений. А вот потом у вас, смотрите, у вас ещё приедет издалека человек. И будет крепкий любовный союз, который может привести к браку. Но для того, чтобы это случилось, нужно что-то поменять в своей жизни. А вот если вы уже в отношениях, ну, конечно, тут так интересно. Тут получается, что вы что-то приобретаете в своей жизни очень крепкое. Вот какие-то, может, дружеские союзы, может, рабочие союзы. Но для этого надо постараться. И не в ближайшее время. Ну и просто кого-то издалека ждите. Не обязательно это любовная тема. Ну вот интересные, да, даже противоречивые записки попадаются. Делайте свои выводы, каждый по своей интуиции. Всем спасибо за внимание. Счастливого вам Нового года. Желаю в 2024 году быть самыми-самыми счастливыми, самыми благополучными. Пусть у всех всё сложится. Пусть у всех всё будет хорошо. И до новых встреч. Продолжение следует...